В Бурабае нет ни одного санкционированного полигона для хранения отхода. Вместо этого охраняемую территорию Национального природного парка, который еще называют Казахстанской Швейцарии. Всего в Акмолинской области их насчитывается около полутора тысяч. До конца лета аминокология проверят все курортные зоны Казахстана. С пренебрегающими чистотой туристами церемониться не будут, им грозит штраф. Местные жители рассказывают, что куб мусора на свалке принимают по 300 тенге. Если приезжающие сюда водители этого не знают, то владеют информацией Акимат Бурабайского района. Не удается решить эту проблему из-за того, что не хватает денег. При этом в разработке строительства нового полигона, который будет соответствовать всем нормам. Неподалеку от него расположился мусороперерабатывающий завод. В Минэкологии взяли ситуацию на контроль. Чтобы и дальше выявлять экологические нарушения, подобные рейды намерены проводить по всей стране. Помимо того, их это задача – работать с населением, формировать правильную культуру отдыха. Насколько остро это необходимо, стало понятно после того, как отнеслись к розовому озеру Кобейтус. Областное управление природных ресурсов разрабатывает ЭВУ. Мы, как Акимат Бурабайского района, разработали госакт. В последствии при данном земельном акте будет строительство полигона в другом сельском округе. Этот полигон закроется, проведется рекультивация, и данного полигона здесь не будет. Каждые выходные будем выставить рейды по всем рекреационным местам. Буквально вы на прошлой неделе видели огромное количество. Вот сейчас только за один раз 50 тысяч отдыхающих приходит. Большие проблемы оставляются после. Большие свалки, люди, поведение. Есть два пути развития. Естественно, штрафные санкции привлекать к ответственности и, соответственно, принуждать и разъяснять культуру поведения, как нужно отдыхать, что нужно за собой сделать. В Акмолинской области полным ходом идет заготовка кормов. Чтобы благополучно пережить предстоящую зиму, региону необходимо больше миллиона тонн сена. Сейчас свыше 90% сенокосных угодий убрано. Ну а чтобы буренки давали хорошие надои, необходимо полноценные корма. В прошлом году местные власти выделили фермерам 800 гектаров сенокосных угодий. Сейчас сенокос идет во всех регионах области. По словам специалистов, на заготовке кормов задействовано больше 4,5 тысяч единиц техники и 850 бригад. С первых числах мы уже начнем заготавливать сочные корма. То есть зерносмесь на сенаж в ямы закатывать и в рулоны. Несмотря на то, что лето чересчур засушливая корма, мы будем обеспечивать. Товары казахстанских производителей появятся в странах-участницах Исламской организации по продовольственной безопасности. А это 57 новых направлений для торговли. Договор о создании единого рынка пищевой продукции подписан в Нурсултане. Товары будут поставлять напрямую с минимум сопроводительных документов. Вся продукция исключительно органическая. Так в этом году Казахстан в два раза увеличит экспорт пшеницы. Это самый востребованный в исламском мире продукт. Будут созданы особые условия для наших предпринимателей. Они смогут выходить с нашей качественной продукции на исламский рынок. Тем самым увеличат свои доходы и зарекомендуют казахстанский продукт на мировом уровне. Также благодаря общему рынку мы поможем странам, в которых продовольственный дефицит. Выхватывать каждый погожий час и щедро платить людям за хорошую работу. Такое поручение дал аграриям президент Беларуси Александр Лукашенко, побывав в Минской области. Проверил, как идет работа зерновых. В этом году в стране рассчитывают на хороший урожай. Больше 9,5 миллионов тонн зерна и кукурузы. Примерно по тонне на каждого жителя. За один только понедельник убрали почти пятую часть. Также Александр Лукашенко побывал на одном из предприятий города Несвежа. Здесь производят молочные продукты для детского питания – кефир, йогурт, творог. Это единственное предприятие Евразийского экономического союза, вся продукция которого сертифицирована для малышей. Надо выхватывать каждый погожий час и не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотаку. Техники в море. Организовать надо. Не забывайте людям заплатить. Уборка, посерная – это основные компании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить, заработать. В Равниловке быть не должно. Россия возобновляет регулярные и чартерные международные авиарейсы после четырех месяцев закрытия границ из-за пандемии. Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями. С 1 августа планируют восстановить сообщения с Великобританией, Турцией, Танзанией. Введенные ранее ограничения на число прибывающих в Москву и другие регионы Российской Федерации пассажиров отменены. На первом этапе полета в Великобритании будут совершаться частично, только в Лондон. В Турцию рейсы в Анкару и Стамбул откроются с 1 августа, а с 10 в Анталью. Министерство транспорта Российской Федерации сообщило, что переговоры о возобновлении воздушного сообщения ведутся еще с 30 странами. Представители греческого бизнеса призывают к бойкоту Турции после смены статуса собора Святой Софии. Решение Эрдогана сделать Айя-Софию мечетью вызвало возмущение Афин и привело к новому витку напряженности в отношении между странами-соседями. Сейчас предприниматели надеются, что их голос будет услышан благодаря кампании бойкота турецких товаров и услуг. В Пакистане готовятся дать отпор полчищам пустынной саранчи, которые мигрируют из Африки. Там масштабное нашествие началось в конце прошлого года. Вредители уже нанесли огромный урон африканским фермерам. В прошлом году Пакистан пережил самое большое нашествие саранчи за последние три десятилетия. Страна оказалась неподготовленной к этому бедствию. Сотрудники Министерства продовольственной безопасности Пакистана предупреждают, что в этом году колония саранчи может оказаться в 400 раз больше, чем в прошлом. При этом страна и так страдает от этих вредителей. Они должны были мигрировать обратно в Африку, но из-за холодной зимы остались и отложили личинки здесь. Уничтожая саранчу фермерам, помогает 8 тысяч военных, которые обрабатывают поля фунгицидами. Для этого задействованы также 9 самолетов. Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что в этом году нашествие саранчи может нанести сельскому хозяйству Пакистана ущерб в 5 миллиардов долларов. «Ситуация такова, что в следующие несколько дней или недель эти колонии саранчи из Африки и особенно из Сомали могут прилететь в Юго-Западную Азию. Это означает, что они прилетят в Иран, Пакистан и Индию». Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» несёт убытки из-за пандемии. Компания объявила о том, что закрыла второй квартал с огромным минусом. Она потеряла порядка 2 миллиардов евро. Выручка уже упала на 29 процентов. В денежном эквиваленте – до 30 миллиардов евро. Рассказали в «Даймлер» и о падении продаж. К примеру, за прошедшие три месяца компания реализовала 541 тысячу автомобилей, а это на 34 процентов меньше, чем в прошлом году. «Даймлер» ожидает восстановить продажи к концу года, но при условии, что в стране не будет второй волны коронавируса. А между тем, немецкое издание «Хандельсблад» сообщает о том, что автомобильный гигант может уволить 15 тысяч сотрудников. Не такие массовые, но сокращение грозят и специалистам «Роллс-Ройс». Два завода по выпуску комплектующих для автодвигателей в Берлине и Франкфурте могут оставить без работы 800 человек. Тем временем эксперты отмечают, что страну охватит вторая волна COVID-19. То массовых банкротств не избежать. Есть несколько факторов, которые могут помешать восстановлению экономики в Германии и которые непосредственно могут повлиять на это. Первая – это, конечно, вторая волна. Пока это не угрожает Германии, но вероятность все равно остается. Тем более сейчас, когда многие люди отправились в отпуск. Второй фактор – многие сотрудники не уверены в завтрашнем дне и боятся увольнений, так как осенью некоторые эксперты ожидают волну банкротств. Субтитры создавал DimaTorzok